Здесь было очень много вопросов про профсоюз, про маленькие зарплаты. Вот я вижу, мне пишет Сейнт Штурер Эмиль. Алексей, добрый день. Моя мама работает учителем в среднеобразовательной школе Нижнего Тагила. Она недовольна зарплатой, но боится участвовать в вашей программе защиты бюджетников. Есть ли смысл подавать заявку анонимно? Говорить не могу, к сожалению. Эмиль, а чего бояться-то там? Что случится ужасного? Да не нужно бояться. Покажите вашей маме этот сюжет, покажите ту забастовку, которую сделали врачи в Новгородской области. Ну, господи, они же не боятся. Вот сейчас отличное время для того, чтобы добиваться реализации своих прав через какие-то протестные действия. Потому что никто на самом деле не уволит сколько-нибудь какие-то крупные группы людей. Давайте я вам покажу. Я рассказал, я внимательным образом слежу за этой забастовкой медиков в Новгородской области и вообще за действиями Альянса врачей. Мы с удовольствием их всех освещаем. Вы видите, там, естественно, федеральные и официальные СМИ вообще молчат. И даже такие относительно независимые СМИ им кажется, что это все мелочь. А я считаю, что это абсолютно реальная настоящая политика. И все должны делать то же самое. И все должны брать пример с этих смелых людей. Давайте одну минуту краткая выжимка из того, как хроника этой забастовки в Новгородской области. Завтра они выпустят большое видео. Я сейчас вам пока одну минутку покажу. Еще раз повторяю. Вы для меня никто. И я вас не пропущу. По одной простой причине. Здравствуйте. Просто так зашли, идут по территории. Я вам сейчас говорю про то, что нарушаются трудовые права медицинских работников. Я здесь стою. Нарушается. Я с вами сказала. Так, знаете, если мы будем об этом молчать, то... Не молчим. Мы вам благодарны, что вы об этом говорите. Вот. Наши больницы. Мы только с вами. Хорошо. Вы скажете, что тогда-то будет пересмотрен план по госпитализации, будет пересмотрена заработная плата и будет план, как сделать этот пункт неотложной помощи, как вы говорите. Правильно? Однозначно. Исполняющий обязанности главного врача Окуловской больницы взял месяц на решение проблем. А мы, в свою очередь, будем жестко контролировать выполнение обещаний. Поэтому сегодня мы приостанавливаем итальянскую забастовку в Окуловской ЦРБ. Но в любой момент можем начать ее снова при отсутствии выполнения данных обещаний. Здравствуйте. Вот посмотрите, на каких ведрах мы работаем. Это ведро. Это полностью ведро. Вы готовы были к итальянской забастовке там объявить? Всегда готовы. О, здрасте. Здрасте. И узнать, что у нас происходит, почему у нас не работает машинская больница, почему врачи не исполняют свои обязаны. А потому что у них нет трудового договора, должностных инструкций по закону. Они не обязаны этого делать вообще, уважаемый начальник по охране труда. У нас идет итальянская забастовка, потому что коллеги не имеют трудовых договоров и не имеют должностных инструкций. Мы не хотим и не будем бесплатно работать без трудовых договоров и должностных инструкций. Мы хотим, чтобы был охранный трудовой договор, чтобы знали конкретно, за какие деньги мы работаем. Мы требуем заблуждать наши трудовые права. Хоть пешком иди. Возят до машинского база Боровича за 3 тысячи в Боровичский такси. Дуз там посыпать не пришли. Вокруг. Чем посыпать? Дуз там. Сверху. На нас выживем, не выживем. Ну вот на самом деле, они просто действительно посыпали сверху дустом и смотрят, выживут, не выживут. Но если в машинской больнице люди не боятся объявлять забастовку, участвуют в итальянской забастовке, а что с ними сделаешь-то? Уволишь всех врачей, весь медперсонал из машинской больницы? Ну уволь, там некому будет лечить людей. И поэтому это работает. Вот там три больницы объявили забастовку. В одной, как вы слышали, ее уже приостановили. Это итальянская забастовка. Там врачи ходят на работу, но они выполняют инструкции. Что это означает? Ну вот там скорая помощь. Врач говорит, смотрите, она не укуплектована, как положено. У них же одно из требований, купите новую скорую помощь. Поэтому мы не можем выезжать. Другие врачи выходят и говорят, а вы нас не снабдили там униформой или еще чем-то. Мы не можем выходить, инструкция запрещает. Это называется итальянская забастовка. И вот в одной больнице им пообещали, что в течение месяца все проблемы решат. Может обманут, может не обманут, но по крайней мере сказали, что да, мы признаем требования и будем их выполнять. В другой тоже какие-то подвижки пошли. В одной еще эта итальянская забастовка продолжается. Но если губернатор Новгородской области не будет совсем все-таки тупорем, который не хочет, чтобы его рейтинг рухнул до 1%, но он исполнит эти очевидные требования, ну тем более, что они там вот из серии, вы видели этих людей, они работают в государственной больнице, их не оформляют. Они работают без договоров, как какие-то мигранты, приехавшие из Средней Азии. Поэтому учителя, врачи, все остальные, да вам бояться нечего. Никто к вас не съест. И вся эта Росгвардия, которая приходит, она довольно сочувственно относится, понятное дело, там врачи бастуют, это росгвардеец, на следующий день придет в эту же больницу лечиться. Не надо этого бояться, потому что никакой угрозы, по сути, вам это не несет. Но если вы будете бояться всю жизнь, так вы всю жизнь, блин, и проработаете зарплатой в 15 тысяч рублей. Жизнь одна, ну какого черта ее нужно проводить в нищете? Никто же не просит миллионов. Ну хотя бы за свои там 25-35 тысяч нужно бороться. Я завершить программу хочу, ну а тоже таким солидарностью. Вот обратились люди. Опять же, Москва. Переносимся из очень бедной Новгородской области в очень-очень охренительно богатую Москву, где, вы думаете, нет точно таких же проблем. Но вот, пожалуйста, вам вы слышали про театр имени Станиславского Немировича Данченко? Даже если вы там не были, вы сейчас, конечно, киваете головой. И вспоминая, что в Москве это бюджет 2,5 триллиона, вы предполагаете, что там у всех зарплаты хорошие и отлично. По майским указам там никто не может получать меньше, чем 85 тысяч рублей. И Собянин говорит, что да, он всем платит. Вот давайте 1 минуту 13 секунд. Очень такое классное пассионарное выступление человека из этой больницы, который рассказывает, на самом деле, какие там зарплаты в Москве. Меня зовут Мануила Святослав. Мы с вами находимся у дивного музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, буквально в 10 минутах ходьбы от Кремля. Этот крупнейший театр дает 10 премьер в год. В нем трудится 1200 сотрудников. Три сцены. Крупнейший театр столицы, но это всего лишь фасад. Уже 10 лет в этом театре не проводилась индексация заработных плат. Как люди пришли 10 лет назад на эту зарплату, так они работают и сегодня. В соответствии с майскими указами президента, сотрудник учреждения культуры должен получать не ниже средней зарплаты по региону. То есть в Москве это 82 тысячи рублей. Из творческого коллектива никто не получает такой зарплаты. Самая большая зарплата составляет 65 тысяч рублей. Это буквально 1-2-3 человека из творческого коллектива. У остальных зарплата порядка 45 тысяч рублей в максимуме. Мой личный оклад 37 тысяч рублей. И дальше сколько наработаю? На руки никогда больше 45 тысяч за 3 года я не получал. Сегодня мы создаем профсоюз независимый, работников культуры. И уже сегодня в нашем театре сотня подписей на коллективном письме. Мы будем бороться за свои права. Что молчать-то? Что молчать и бояться? Вы боитесь потерять что? Зарплату в 30 тысяч рублей? Или зарплату в 15 тысяч рублей? В борьбе обретешь ты право свое. Ну вот там пару сотен человек в этом театре подписались. Письмо сейчас делает профсоюз. Мы им будем помогать. И будем помогать всем. В государственных организациях, в негосударственных организациях. Всем, кто не боится и что-то делает. Иначе всю жизнь вы свою так проживете. А потом, когда вам будет 95 лет, если вы доживете до 90-50 лет с такой-то зарплатой, вы думаете, подумайте, какого же черта я всю жизнь жил и всю жизнь жил нищим, понимая, что люди, которые недоплачивают мне зарплату, крадут миллиардами. Покупайте себе наручные часы за 3 миллиона рублей. Не надо бояться. Значит, участвуйте в умном голосовании, участвуйте в профсоюзном движении. Оскорбляйте эту власть в интернете, не признавайте омерзительных законов и оставайтесь людьми. Субтитры создавал DimaTorzok